Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях заведующая нотным сектором библиотеки имени Сергея Есенина, городского округа Люберцы, Наталья Юрьевна Хохлова. Здравствуйте, Наталья Юрьевна. Здравствуйте. Честно вам скажу, но библиотеку мы знаем. Понятно, что для нас сотрудник библиотеки – это библиотекарь, начальник какой-нибудь отдела каталогов или ещё чего-то, но оказывается, есть нотный отдел. Что это означает? Расскажите. Ну, занимаемся тем, вот я лично, в мои обязанности входят всякие организации музыкальных мероприятий. Это концерты бардов. У нас, кстати, уже 10 лет существует клуб авторской песни, который называется «Кап-кап». Клуб авторской песни два раза. И приглашаем известных бардов, великолепных, из Москвы, из Санкт-Петербурга. Даже что-то типа фестивальчика такое делаете. А фестивальчик – это отдельно. И из Московской области каждые две недели точно у нас какой-то бард или ансамбль или дуэт выступают обязательно в библиотеке. Ну, музыкальное направление. Да. Но для многих, скажем, людей, которые не так часто входят в библиотеку или давно не ходили в библиотеку, понятно, что слово «ноты» означает некое музыкальное звучание, но мы же прекрасно понимаем, что те люди, которые умеют читать ноты, то есть они к музыке имеют некое отношение с точки зрения погружения в эту историю. Масса музыкальных книг, посвященных биографии, мемуаров. Да, а уж, если переложить современные, скажем, телевизионные вот эти вот, на мой взгляд, страшные эфиры про то, кто где с кем живёт, кто какой там композитор и так далее, это же тоже такое а-ля мемуары, но некая тёмная сторона. Это популярно. То есть людям интересно, как там, как Бах появился через сто лет, никто его не знал, и вдруг кто-то, кстати, говорят, ноты упали, кто-то полез, ноты упали, и оказался Бах. Да, а Гендер, который с ним жил в одно и то же время, и, по идее, должны были пересечься, тот мог написать за одну неделю оперу, потому что... А мог написать одно оперу, все хвалят, другие говорят, это что такое? Никогда не угадаешь. Да, никогда не угадаешь. Поэтому такая музыкальная составляющая жизни человека, и именно раз это нотный отдел, я уж так прицепился к этому названию, это говорит о том, что вы профессионально подходите именно к музыкальной истории о библиотеке человечества. То есть это некое... Да. Да, да. И приходят люди ноты, кто-то спрашивает? Конечно. У нас очень много музыкальных школ вокруг, и педагоги, и дети приходят, у нас берут ноты. Причём купить сейчас очень дорого, а у нас есть всё, что хотите. То есть на время, а потом возвращают? То есть точно так, как библиотеки? Иногда приходят просто люди, спрашивают, а можно у вас что-нибудь поиграть? Что-нибудь такое, ну, советуем какие-то ноты просто для приятного времяпрепровождения. А как эти ноты, они же, я так понимаю, собираются, ну, со времени начала библиотеки, что-то там устаревает, что-то обновляется, вы как-то их заказываете? Как работает эта система? Заказываем, но больше у нас вот именно старых нот, даров, или тех нот, которые давно были куплены, очень много даров. Вы не представите, какие у нас есть вещи, начало прошлого века ноты, например, там, сто лет уже, такие раритетные издания. Есть целые клавиры опер, пожалуйста, можно вставить оперы какие-то. То есть у нас очень большой фонд, очень интересный фонд. Ну, то, что можно почитать обо всех композиторах, музыкантах, пожалуйста, сколько угодно. Ну, вот возвращаясь ещё к нотам, это же такая вот, как раньше была магнитофонная запись, там, граммофонная запись, то есть самого звука, это же фактически, если ноты одна и та же опера, да, но разные издания по времени и так далее, может быть, какое-то другое звучание. Разные исполнения, да, но это уже, вы знаете, этим у нас занимается, у нас есть прекрасная сотрудница Наталья Борисовна Мушникова. Она занимается классическим именно искусством, она просто, ну, она любитель, но она профессиональный любитель. Она потрясающая, уже несколько, ой, какой несколько лет, уже точно больше 10 лет существует клуб «Под сенью мусс», и туда приходят люди, которые интересуются именно классическим искусством. Я больше по бардам и по современной, по живой музыке. Вот, а Наталья Борисовна удивительно рассказывает обо всём, об истории музыки. Она вытаскивает такие вещи, такие тайны, скажем, из жизни композиторов. Ну, очень интересно. И вот народ ходит уже 10 лет, больше 10 лет существует этот клуб. Ну, то есть тоже проходят встречи какие-то, да, периодичные? Да, 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 да. Вот, ну, вернёмся к вам, к вашему, так сказать, вы сказали авторской песне. Вот про фестиваль у нас что-то проскочило. Ну, понятно, что если есть постоянно живущая программа, которую приглашаете самых разных исполнителей, то действительно хочется потом как-то собрать всех вместе. Да, да, хочется как-то подружить, передружить всех, найти новых исполнителей, кого-то поддержать, каких-то новичков. У нас проходит фестиваль, называется Люберфест. Люберфест в Есенинке и определённый год. Вот сейчас прошёл шестой фестиваль уже, я считаю, что это очень круто. Шесть фестивалей, и они проходят у нас в течение недели. Представляете, у нас каждый день после того, как библиотека практически закрыта, приходят, приезжают люди с 7 часов, с 19 до 21, а бывает, что и позже, приезжают те, кто хочет поучаствовать в этом фестивале. У нас огромное количество друзей появилось благодаря этому фестивалю. И вот в течение недели проходят такие мастерские творческие по разным направлениям. Например, по поведению на сцене и работе с микрофоном. У нас великолепный звукорежиссёр работает. Просто аз своего дела. И он проводит эти вот такие мастерские. И человек, когда уже выступает на конкурсе, он уже не боится микрофона. Он спокойно выходит, он спокойно всё знает, что делать надо. У него нет страха, он не спрашивает, меня слышно, вот этих уже нет вопросов. Он выходит, знает, что надо поиграть на гитаре, надо сказать пару слов. И дело пошло. И начать исполнять песню. Потом, значит, ещё мастерские у нас ведут такие мастера из Москвы. И не только из Москвы, и наши тоже. Люберецкие и Московской области. Они проводят эти мастерские, и здесь возможность есть обратной связи. То есть, если человек приезжает на мастерскую и поёт свою песню, в любой номинации он может быть исполнитель, он может быть автор музыки, он может быть автор всего, как сейчас называют, полный автор. Есть у нас поэтическая мастерская. И вот на каждой мастерской люди могут принести свои стихи, спеть свои песни, получив обратную связь. То есть потом, вот он спел две песни, садится напротив мастеров, и с ним начинают беседовать. И что, чему-то вот мастера не учат. Они вытаскивают то, что полезно, то, что хорошо. Помогают где-то немножко себя поверить в себя. И обратная связь – это очень здорово. Потому что обычно в фестивалях человек спел, ему что-то там поставили, а почему ему столько поставили, почему он не прошёл. А тут об этом говорят, и очень так доброжелательно. Некоторые боятся мастеров, что вот, они сейчас начнут ругать. Ну, и ничего, если поругают, ну, не знаю, может, это не страшно. А если есть что сказать... Узнать волшебный пендель, это называется. Вот это можно вполне... Ну, если человек считает, что ему критика полезна, а если он считает, например, что любая критика... Моего великого искусства. Да, 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 она недостойна вообще люди говорить даже о том, о его творчестве, ну, тогда ему место уже где-то, наверное, в крокус холле. Да, 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 там, где просто звёздность. Но смысл, люди, которые приходят просто послушать, есть, будто занесли? Конечно, да. Это постоянный какой-то костяк, или он меняется? У нас есть костяк, есть люди, которым просто они уже следят, они уже знают, когда кто придёт, уже на определённых исполнителей уже просто, вот, я не знаю, вплоть до того, что хоть записывай, да, потому что, может, места не хватит в зале, вот, и ведут своих друзей, родственников, детей. Вот, и у нас вот всё больше и больше людей, которые с таким удовольствием ходят именно вот на кап-кап, на авторскую песню, они знают, что у нас плохого не бывает, у нас всегда очень хороший уровень и исполнителя, как такового, и звук. Ну, и приём. И приём. А приём – это главное. Ну, понятно. Напомню, что у нас в гостях заведующая нотным сектором библиотеке имени Сергея Есенина, видите, мы от нотного отдела, который, вроде как, ну, может быть, и, ну, не основной, да, так, тем не менее, он присутствует, вышли на целый фестиваль песни, где практически каждый может попытаться поучаствовать, получить обратную связь и улучшить своё искусство, довести его до совершенства. Наталья Юрьевна Хохлова у нас в гостях. Сейчас делаем небольшую паузу, и потом вернёмся к нашему разговору в программе «Открытый диалог». Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях заведующая нотным сектором библиотеки имени Сергея Есенина Наталья Юрьевна Хохлова. У многих библиотека ассоциируется сегодня всё-таки с каким-то днём вчерашним. Я объясню, почему. Потому что, ну, во-первых, когда-то была мода на книге, просто мода в хорошем смысле слова, потом плавно перешло в плохой смысл слова. Но какой-то был период, когда люди читали дома и ходили в библиотеку, в общем, было нормально. Ну, технологии появились современные, да, можно что-то накопать себе, нарыть в интернете, чего уж куда-то ходить, спускаться и так далее. Тем не менее, библиотеки существуют, государство их, так сказать, пропагандирует и предлагает, и мы видим, что туда ходят дети, проводятся мероприятия и так далее. Вот вы, как опытный работник, как вы считаете, библиотека современности, что это такое? Ну, это такой многоградный организм, куда могут прийти люди за книгой, попутно получив ещё какие-то приятные вещи. Или, наоборот, прийти, например, на мастер-класс и через мастер-класс заинтересоваться книгами. Мастер-класс у нас есть и для детей. У нас такой великолепный есть мастер-еж, это мастерская для детей. И вот эти ежи, как мы их называем, эти дети, к нам приходят каждое воскресенье сейчас, и их становится всё больше и больше. Вот, и мы очень этому рады. У нас по 20 с лишним человек приходят на мастер-классы. И тут же библиотекари детского отдела предлагают им книги. Тут же у нас очень хорошо общаются с детьми и наши библиотекари, просто профессионально и привлекают. Мне кажется, я бы сама, если бы я никогда не читала, я всё равно бы взяла книжку, начала бы читать. Потому что очень здорово они работают. Для детей проводятся квесты, квизы, как сейчас это можно говорить. Да, без этого они куда-то. Да, но это очень здорово у нас делается. Я думаю, что надо приглашать ещё наших сотрудников, которые могут про это рассказать очень много. Но что касается меня лично, я вот с ежами работаю. И ещё у нас есть творческие четверги. Творческие четверги – это в рамках активного долголетия приходят женщины. Ну, я не думаю, что прям только женщины, но пока у нас мужчин не было. Это рукодельницы, которым просто хочется что-то делать своими руками и делиться этим с нами. То есть у нас может прийти, это не обязательно я провожу. А у нас приходит кто-то и говорит, вот у меня есть интересная такая техника, давайте попробуем. Да, 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 давайте. И вот проводится такой мастер-класс. У нас был бисер, у нас были новогодние всякие конфетные букеты, у нас было валяние. Ну, то есть как было, оно есть. Всё это есть. Мы можем в любой момент повторить. Всякие тряпочки, всякие иголочки, ленточки. Это же вот женщины с хлебом не корми. И у нас идёт такое очень хорошее общение. И они, конечно, все и читают, эти женщины, да. А что касается детей, я хочу просто вернуться к тому, как привлекать детей. Если ребёнок не полюбил книгу бумажную и не читал в детстве, вряд ли он будет читать. Вообще? Вообще любые там какие угодно. То есть всё-таки начинать надо, желательно, с бумажной книги. Да, это я к родителям, да, прощаюсь. Потому что родители, если они привьют эту любовь, то всё, можно опоздать на всю жизнь. Вы встречаете таких детей, которые... В библиотеке... Может, как-то их заносят каким-то ветром. Заносят ветром, да, заносят. Ну, я думаю, что они к нам походят и поймут, что читать это очень классно. Это здорово, это уютно. У нас такие кресла уютные, у нас так можно посидеть, почитать. Я думаю, что рано или поздно, хоть они приходят там для чего-то другого, то, мне кажется, что... Вот это сейчас такой тренд есть. Даже вот если посмотреть большие книжные магазины, но причём я смотрю, что в Москве, может быть, это не особо развито, а вот в Питере я был, да, там прямо люди просто приходят, по уголкам прячутся, специально огромные стоят такие. Даже ножки можно вперёд, просто лежишь себе, дыхаешь, читаешься. Да, да, у нас тоже так можно. Сташеры такие, да? Видите, как они называются? Вот эти груши здесь, кресла такие мягкие. Вот, это пожалуйста. Да, то есть очень удобно. Всё, что хотите. Ну, и давайте поговорим о будущем, то есть оно же как бы... Тут ещё технологии... Да, у нас ещё не всё о настоящем, я рассказываю. Так, давайте, рассказывайте. У нас ещё танцы, мы ещё танцуем. Так, библиотеки. В библиотеке, представляете, да. Да, ну это тоже читательницы наши, они как бы все это вот... Зажгли, так сказать. Девушки моих лет плюс-минус, которые просто без танцев себя не мыслят. И я в их числе тоже, там мы танцуем. У нас ансамбль, называется он «Снегопад, снегопад». Понимаете, что дальше, да? Да, да. Это у нас просто отрядная наша песня. И у нас где-то вот порядка десяти, одиннадцати человек, женщин, которые ходят на танцы. Вот. И мы уже выучили сертаки у нас, мы уже его показали на день библиотекаря, мы уже показали его у нас в библиотеке. Русский танец, хоровод. Ой, какая красота. То есть прямо по истокам. Да, да, да. Ну у нас именно народный ансамбль, именно народный. То есть максимальная приближенность к тому, что было, ну, к реалистичности. Мы бы, ну, мы стараемся, да. Потому что наша руководительница, она ищет вот эти вот истоки, она ищет костюмы, чтобы были... Я понимаю, что мы вряд ли сделаем костюм прям точно такой, вот. Но очень стараемся. И у нас очень красиво. Приходите к нам, посмотрите, как мы танцуем. Ну, а вы где-то показываете потом это, кроме библиотеки выступаете? Да, да, кроме библиотеки пока нет. У нас только вот один танец был, и, ну, в принципе, мы можем. Мы можем, да. То есть мы можем, так сказать, развернуться. Сейчас будет три танца, например. И с тремя танцами уже можно поехать куда-то показать три танца. Ну, вот мы потихоньку движемся к финалу. Немного времени у нас остается. Наталья Юрьевна, ну, вот если сделать сегодня такой вот вывод, да, А что такое библиотека в 2023 году, библиотека Сергея Есенина? Это место уютное, родное, вот библиотека Есенина. Куда можно прийти и провести там время, делая, ну, что хочешь, читая, мастеря, танцуя. Поем мы, да, и вот можем и послушать. То есть вы как концерты можете вот тут из разных жанров, да, сделаете? Да, еще у нас, знаете что? У нас еще Гнесинка, мы же дружим с Гнесинкой. И вы не представляете, какие у нас концерты дают студенты Гнесинки. Это потрясающие будущие звезды. А недавно у нас была уже настоящая звезда. И вот Екатерина, я кстати, фамилию просто ее сейчас не вспомню. Но наши старинные уже друзья вот из Гнесинки, они у нас тоже уже лет 6, наверное, 7, начало из гитаристов. Сейчас у нас Домра. Вы не представляете, что они творят с Домрой? Просто потрясающе. Это такой, это такой уровень. Ну, можете себе представить, да, что такое Гнесинка. Это даже первый курс. А как у вас удалось с ними заключить этот фонус-союз? Сначала нам позвонили гитаристы из Гнесинки, попросили просто площадку выступить. Ну, конечно, просто мы счастливы. Вот, они выступили, потом сказали, давайте еще балалайку. А балалайка и Домра – это люди с концертмейстером. А вот концертмейстер оказалось, мы пересекались с ее отцом по линии авторской песни. И когда это выяснилось, это же вообще, да, да, и теперь мы просто дружим изо всех сил, потому что это, ну, потрясающе, вот Нелли Пчелинцева, а ее папа Андрей Пчелинцев. Я не знаю, ну, что это вырежете, конечно, фамилии, имена, но это потрясающие люди. Почему вырежем? Пусть будут. А, да, хорошо. Нелли, у них даже был концерт на двоих, Нелли играла. Она потрясающая, она виртуозная, фортепианошка, он вообще на нашем, скажем так, не очень качественном пианино. Ей не принципиально, она играет и получает удовольствие от того, что она просто делится своим искусством. Вот, а Домра я никогда не думала, что это так интересно. Это потрясающе. А балалайшники какие были у нее? Ой, это, ну, я не знаю, это уровень высочайший. Тем более, что здесь еще важный момент, что близко, так сказать, к зрителю, близко, как говорят сейчас, к потребителю контента, вот, и это немножко другую атмосферу создает. Музыка рождается вот прямо здесь и сейчас. Ну, и это согревает, это дает ощущение насыщенности, зрелищности, и эти самые нотные дела живают реальными нотами, реальным звучанием того, что там происходит. А ноты не просили, ребята, посмотреть, что-нибудь старенькое поиграть? Ну, у них есть все, в Гнесинке все есть. Ну, да, там тоже, я думаю, коллекция там, да, его. А у нас ноты пользуются, пользуются спросом, да, и книги пользуются спросом, и записи видео, как они называются, DVD, и слушают у нас и CD есть. Ну, то есть у нас есть все возможные. У нас все есть. То есть все, что пока еще можно где-то крутить, достать и так далее. Ну, и последняя тема, которую я хотел бы коснуться, это все-таки молодое поколение. Вот сейчас многие считают, что они вот как на смартфон присели, что называется, им больше ничего не нужно. Да, наверное, отчасти это так и есть. Но все равно, рано или поздно, может быть, по учебе, или какой-нибудь добрый учитель говорит, так, в библиотеку, чтобы пришли, чтобы там сделали. И вот они там зацепились. Вы видите это преображение, когда человек немножечко другим становится, когда... Были такие случаи, да, прям по глазам сразу видно меняющихся человека. И у нас, знаете, есть еще театр. Вот, называется «Ветер перемен». И делали недавно... Почему я просто сама участвовала там? Иногда хочется еще на сцене там выпендриваться. И по Марине Цветаевой был спектакль, ставила Наталья Королева, наш режиссер нашего театра. И приходили дети по пушкинской карте. И вот они... Что дети сейчас, эти подростки, там, 9-й класс, сейчас они будут над нами ржать и так далее. Нет, вы знаете, после спектакля подходили ребята и говорили, как хорошо, как здорово, вы так читали, и хорошо, спасибо вам большое. И вот это видно было, эти глаза. А вы знаете, процент небольшой, но главное, что он есть. Да, и видите, как хорошо, и хорошо заканчивать вот на такой приятной ноте. Большое вам спасибо. Наталья Юрьевна Хохлова, заведующая нотным сектором библиотеки имени Сергея Есенина, нам рассказала о некотором таинстве, которое сохраняется вот в библиотеке. Много чего интересного, и, возможно, кто-то что-то сейчас услышал, и добавится в вашу развеселую книжную нотную компанию. Танцевально-поющую. Музыкально-танцевально-поющую театральную компанию. Спасибо вам огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова